друзья всем огромный привет и в этом видеоролике мы продолжаем с вами изучать луты луты это определенные настройки цвета коррекции и света теневого рисунка который мы можем сохранить в один единый файл и который будет работать как пресет photoshop и и в прошлом видео мы научились создавать с вами лут на примере такой красивый кинематографичной кофейной обработки если вы не видели этот видеоролик обязательно посмотрите его ссылочка будет в описании к этому видео а сегодня я вам покажу как полученные созданные вами луты размещать логини который идет вместе с photoshop камера raw и этот видеоролик будет достаточно короткий поэтому досмотри его до конца чтобы понять как и для чего и используют луты камера и так вы на канале интерактивной фотошколы арк фото life меня зовут серджо и поехали итак друзья мы в камера raw и нам нужно сюда привязать наши луты что мы для этого делаем первонаперво в правой панельки мы кликаем на стиле у нас выпадают все наши пресеты с которыми мы работаем и в правом верхнем углу мы с вами можем заметить вот такой непримечательный значок виде согнутого листочка зажимаем обязательно зажимаем и удерживаем кнопочку alt и кликаем на этот листок у нас выпадает вот такое вот окошко давайте мы снимем галочку профиль камеры точечная кривая уберем также таблица фильтров сгруппировать кликаем вот сюда кликаем новая группа давайте назовем ее назовем лут и кликаем окей далее друзья идем в нижнюю графу таблички кликаем загрузка файла cube выпадает собственно говоря все файлы cube которые находятся по умолчанию photoshop и в том числе те файлы те луты которые создали мы сами выбираю лут который мы создали в прошлом видео cinema 1 нажимаю открыть как видите вот здесь у нас проявилось название этого лута значит все у нас работало замечательно пространство должно быть srgb давайте мы настроим с вами цветовой охват вот нижняя здесь панель очка минимально поставим 50 процентов степень не будем трогать оставим 100 максимально можно оставить 200 ну чтобы не перезагружать компьютер давайте поставим 150 этих значений для лута вполне достаточно давайте здесь присвоим название cinema 1 и после заполнения этого окошка вот таким вот образом кликаем окей далее друзья переходим опять в правую панель и переходим к нашим обычным типовым настройкам с которыми мы привыкли работать в камера roll вот здесь напротив профиля есть такая иконка в виде четырех квадратиков с лупой кликаем вот сюда здесь у нас есть какие-то профили и настройки которые стоят по умолчанию нам же нужны те настройки которые сохраняем и и вот они находятся в этой папочке луты пока здесь только один вот он лут cinema и мы кликаем вот сюда и собственно говоря этот лут применяется к данной фотографии давайте посмотрим было стало и для чего говоря собственно мы делали все эти непонятные телодвижения все очень просто после того как мы применили наш лут мы можем перейти к нашим стандартным настройкам кликаем вот сюда вот назад как вы видите у нас все настройки нашего лута сохраняются и теперь здесь мы можем доработать наше изображение применив все наши привычные настройки наши привычные ползунки довести изображение до того уровня которое бы нас устроило мы можем соответственно поработать с температурой не забывайте что когда вы работаете с портретами вы всегда ваше внимание обращаете на кожу цвет кожи это основной цвет в портретах можем добавить слегка теней сделать фотографии более воздушной можем добавить красочность ну и также можно поработать с кривыми с детализацией со смешением цветов со всеми со всеми настройками с которыми вы привыкли работать таким образом вы не просто накинули лут на вашу фотографию но внесли еще дополнительные настройки и корректировки в ваше изображение теперь вы о лутах знаете немного больше и мы продолжим с вами изучать этот замечательный и очень полезный инструмент который большинство профессиональных фотографов применяют своих работах в своих портретах своих изображений а на этом друзья все если видео было полезным не забудьте поставить лайк это для меня лучшая награда если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть мой инстаграм и забрать в подарок два замечательных набора моих авторских пресетов но я желаю вам творческих высот с вами был серджа всем пока и до новых встреч до следующего видео